Мария приехала в дом отдыха Покровская из Смоленска. Ей неинтересны балет и фигурное катание. Свой выбор в пользу тайского бокса девушка сделала два года назад. Ее первый бой в рамках чемпионата закончился победой. Секрет успеха прост. Техника и сила, да, и настрой. Слаженная работа спортсмена и тренера еще одна составляющая успеха. Они должны понимать друг друга с полуслова и вместе идти к общей цели. Здесь главная воля, как у всех боевых кикбоксов. Можно научиться технике, а воли к победе не будет. Так что я думаю, что воля это самое главное. В тайском боксе удары можно наносить руками, локтями, ногами и даже коленями. Неприкосновенными по правилам должны быть затылок, горло, позвоночник и пах. Впрочем, профессиональный тренер обучение начнет не с техники ударов. Я начинал с кикбоксинга. Тоже поначалу так думал, что это травматично, где-то уйдут. Если правильно преподавать, самое главное здесь защита. Научить в первую очередь ребеночка и взрослого защищать себя. А удары уже нанести можно. Хотя победителем поединка все же становится тот спортсмен, который сумел нанести больше результативных ударов. Тайский бокс – вид спорта для сильных духом. Спортсмены, которые занимаются им не один год, признаются, что после тренировок крепнет не только физическая форма, но и мотивация творить добро. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».